Статья в ВК Макса Чапая за 8 июля 2020 года. Почему Путин за 20 лет не убрал врагов из власти и среди силовиков есть предатели? Как бы вам объяснить на пальцах? Ну, например, во дворе вашего дома растет старенькая яблоня, и яблочки у нее уже червивые, и ветки сухие. Что вы сделаете? Спилите ее. Наверное, сначала посадите новое дерево, будете за ним ухаживать и ждать, когда она начнет плодоносить, но кушать пока будете яблоки со старого дерева, срезать ганиль, выковыривать червей, выкорчевать до основания, а затем было уже, слишком дорого обошлось. А новую яблоню вы будете поливать, удобрять, обрезать сухие ветки, она за год не даст плоды, нужны годы ухаживаний. И только потом спилите старое больное червевое дерево, освободив место для следующего нового плодоносного дерева. Так и люди, только намного сложнее. Пришел Путин в 2000 году, многих поменял, а на их места пришли такие же. Все мы воспитаны в СССР через 90-е, где надо дать на лапу, где государственные деньги, все кругом народные, все кругом мои и так далее. Очевидно, сколько ни меня и штат, результат не сильно будет отличаться. Помните, Путин несколько лет назад говорил, что у нас тюрьмы для силовиков переполнены, где брать людей? Так с кем наводить порядок, если у нас мышление из СССР 90-х? Поэтому Путин и стал инвестировать в людей, и его новая яблоня только начала давать первые плоды. Люди, рожденные в конце 80-х, начале 90-х, получившие образование при Путине, пройдя школу лидера России и так далее, только приступили к работе. У них уже другое мышление, другой склад ума. Конечно, не без брака, корпус губернаторов омолодился, а это хорошая школа для будущего руководителя, а также и с силовиками во всех структурах. Это долгий путь, это годы, это вам не дома с кирпичей за месяц поставить, это надо вырастить и воспитать живое. Время поджимает, а нарушения на всех уровнях еще имеются, но ведь меньше. Конечно, учитывая людской фактор, враги и предатели всегда будут, и их сразу не определишь, пока не поработаешь. Но ясно одно, наша яблоня растет и начала плодоносить. Надо продолжать ухаживать и окучивать. Только время и правильное воспитание дадут положительные плоды. Это вечный процесс, и обновленная конституция в том числе нам в помощь. Поэтому не слушайте провокаторов, что ничего у нас не меняется. У нас все меняется, улучшается и формируется новое мышление. Мы просто находимся на границе смены поколений. Это всегда трудно. Меняйтесь сами, воспитывайте детей. Верной дорогой идем, товарищи. Мы многое пережили, и это пройдем, тем более. Макс Чапай. Фото с яблоняй не было. Вы знаете, я столько времени объясняла то же самое. Я думала, что кроме меня это никто не понимает. Оказывается, я не одинока. Приветствую эту статью и вот такое простое объяснение. Поэтому и зачитываю, потому что это полностью отражает мои мысли и мои слова. Макс Чапай. Почему Путин за 20 лет не убрал врагов из власти и среди силовиков и есть предатели? Продолжение следует.